Здравствуйте! Это 5 канал. Вы смотрите новости в студии Татьяны Блинковой. В начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. От ворот я прошел 10 метров и на меня накинулась собака. Бродячая собака повредила глаз ребенку. У 10-летнего мальчика пришлось оперировать в Красноярске. Условно это мы называем сквер Кисловского. Это перед библиотекой Кисловского. Какое общественное пространство будет благоустроено в 2025 году в Каннске зависит только от жителей города. Важно это все. Видели, посмотрели. Сплочение опять же команд. В честь 10-летнего юбилея с момента присоединения Крыма к России в 18-й школе состояли соревнования по огневой подготовке. И теперь обо всем подробнее. В селе Филимонова бродячая собака едва не оставила 10-летнего ребенка без глаза. ЧП произошло накануне. Подробности в следующем сюжете. Я после уроков вышел со школы. От ворот я прошел 10 метров и на меня накинулась собака. Этот день семья 10-летнего Кирилла запомнит надолго. Время полдень. Школьник, как обычно, выходит из учебного учреждения и направляется в сторону дома. Но пройдя буквально несколько метров, на него налетает озлобленная бродячая собака, похожая на овчарку, и вгрызается ему в лицо. По счастливой случайности практически сразу после него в том же направлении пошел еще один ребенок, который помог отогнать животное. Когда на меня собака напала, вышел мой друг Костя и отогнал, он взял палку и отогнал собаку. После происшествия ребята сразу же направились домой к другу. Родители Кости были шокированы произошедшим. Говорят лицо ребенка было все в крови. Они немедля прозвонили родителям пострадавшего. Он в шоке был. Мой ребенок заплакал, испугался, что у Кирилла кровь сильно бежала. Мы ему помогли лицо вытереть, и вот папа за ним приехал, забрал. Мать же пострадавшего говорит, обычно они забирают ребенка со школы на машине, но именно в этот день все сложилось иначе. Получив звонок от сына, с недоброй новостью они тут же сорвались и отправились за ним. Мы в темпе в оперативном собрались и поехали сразу без вопросов, сразу к Каннских травмпунктам оказали первую помощь и оттуда уже дали направление нам на Красноярск. Глаз сам спасти удалось, нижнее веко разорвано, мягкие ткани, слезная железа повреждена. Не знаю, что там врачи собрали, но как бы операция, сказали, произошла благополучно. В травматологическом пункте информацию сразу же передали в полицию. Также к делу подключился и следственный комитет, который возбудил уголовное дело. В настоящее время следователями выполняются необходимые следственные действия. В ходе следствия будет дана правооценка действиям, либо бездействия должностных лиц администрации Каннского района и ответственных лиц за отлов и содержание безнадзорных животных. Кроме этого, свою проверку начали в прокуратуре. Сотрудники ведомства совсем недавно помогли одной из жителей Сфилимонова получить компенсацию за укус бродячей собаки ее 9-летнего сына. Который произошел в ноябре прошлого года. Тогда ребенок отделался лишь испугом и порванной курткой. И вот спустя всего несколько месяцев ситуация вновь повторилась. Татьяна Блинкова, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. Голосование за выбор общественного пространства, которое благоустроят в Канске в 2025 году, продолжается. Специалисты отобрали три территории, а решить, какая преобразится, должны сами горожане. На голосование у нас выставлены три территории. Это, скажем так, условно называемая аллея «Юбилейная». Это вот у нас улица 30 лет ВОКСМ, участок улицы между Московской и Горького. Вот этот вот весь промежуток, который идет между улицей 30 лет ВОКСМ. Вот здесь она идет по обе стороны, пешеходная дорожка, потом дальше за поездкой коммуны у нас мини-парк там возле. Сейчас магазин хороший, да, вот этот промежуток весь. Вот начиная от Московской и до Горького. Вот это, скажем так, условное пространство выглядело на благоустроительное голосование, выставлено. Потом у нас условно это мы называем сквер Кисловского. Это перед библиотекой Кисловского, вот этот небольшой участок. И с пристрелкой, скажем так, на будущее мы еще включили одно пространство. Это за молодежным центром. Получается, между молодежным центром и улицей Герцена. Голосование продлится до 30 апреля. Включительно отдать свой голос за понравившееся вам пространство можно на сайте 24.городсреда.ру или с помощью волонтеров, штабы которых расположены на площади, около выставочного зала и в торговом центре Порт-Артурж 16.00 до 20.00. Напомним, в прошлом году в программе формирования комфортной городской среды большее количество голосов набрал участок, расположенный возле городского домокультуры. Его благоустройство начнется совсем скоро. Сразу после небольшой рекламы покажем блок коротких новостей, а также расскажем другую полезную информацию. Оставайтесь на пятом. Подключайте сверхскоростные тарифные планы от Орион Телеком и наслаждайтесь всеми современными возможностями интернет-сети. Смотрите видеоконтент в самом высоком разрешении, пользуйтесь интерактивным телевидением, играйте в онлайн-игры с минимальным пингом, общайтесь в видеоконференциях без зависаний, скачивайте большие объемы данных за минимальное время. И все это доступно сразу для нескольких устройств в домашней сети без потери качества связи. Орион Телеком. 8 800 234 40 60. В Лесосибирске детсадовец застрял в игровом комплексе и потерял сознание. Все случилось 18 марта во время утренней прогулки малышей с воспитателем на территории детской площадки. По версии следствия, трехлетний мальчик на игровом комплексе застрял в пространстве между напольным покрытием и перилами. Воспитатель, заметив ребенка, свисшего ногами с наружной стороны конструкции, вытащил его и вызвал бригаду скорой помощи. В бессознательном состоянии мальчика доставили в больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. В Красноярске прохожие стали очевидцами избиения ребенка. Женщина раздавала подзатыльники мальчику, унижала его отборной бранью и учила также оскорблять прохожих. Но мальчик, вопреки советам, никого обзывать не стал. Потом женщина пригрозила побоями тем, кто хотел остановить издевательство над ребенком. Проведя комплекс мероприятий, сотрудники полиции выяснили и установили личность матери 1978 года рождения и ее ребенка 2021 года рождения. Она пояснила, что доверила своего сына соседке, с которой ранее уже неоднократно оставляла мальчика, чтобы та погуляла с ним. О том, что произошло, она узнала только от сотрудников полиции. Со слов самой соседки, она с ребенком ходила в магазин. На обратной дороге мальчик схватился за сумку с продуктами, и они выпали. Женщина начала его ругать. В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних по данному факту проводится проверка, опрашиваются очевидцы произошедшего. Кроме того, по факту оскорбления выделен материал, который будет направлен в прокуратуру. В Красноярском крае полицейские выявили факт незаконной вырубки леса почти на 700 тысяч рублей. Черного лесоруба поймали в поселке Тарутино. 40-летний дровосек срубил 30 сосен, 2 осины и березу. Как рассказали в пресс-службе Ачинского ОВД, сельчане вполне законно получили в лесничестве делянки для заготовки дров. Потом жители договорились с местным лесорубом. Ранее несудимый и неработающий мужчина по-своему рассудил договор. Деревья вырубил, где ему вздумалось. В итоге сельчане дрова не получили, а на черного лесоруба завели уголовное дело. Ущерб по подсчетам полицейских и специалистов лесоохраны составил почти 700 тысяч рублей. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. В стенах 18-й школы состоялся военно-спортивный турнир, посвященный десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В нем приняли участие государственные сотрудники, общественники и участники СВО. В военно-спортивном соревновании приняли участие не как обычно школьники, а именно мужчины, сильные и бесстрашные. 32 участника разделились на 8 команд и показали свои навыки по скоростной разборке и сборке автомата Калашникова, сдали нормативы по снаряжению и разрежению магазина автомата, показали силу духа, поднимая гирю, демонстрировали свои таланты в меткости, ловкости и многом другом. Я этого детей учу, готовлю команду. Когда Виктор Петрович продолжил поучаствовать от боевого братства, почему бы и нет, я учу на личном примере детей, вот теперь покажу, что сам умею. Для молодежи, конечно, важно поднятие патриотизма, опять же, важно это все, да, чтобы увидели, посмотрели, сплочение, опять же, команд, то же самое банальное знакомство, все это важно. В мероприятии приняли участие 8 команд – ветераны СВО, сотрудники МВД, МЧС, Всероссийские общественные организации ветеранов боевое братство, заставы отечества, Краевое государственное бюджетное учреждение, здравоохранение, автотранспортное предприятие, Совет отцов школы номер 6 и школы номер 18. Наши мужчины, а их состав сегодня из четырех человек, команда состоит, они повышают свой уровень военной подготовки, закрепляют его, делятся обменом опыта, происходит обмен опыта, именно от более опытных бойцов, к тем, кто, допустим, ну, уже 20-30 лет назад держал в руках автомат. Поэтому именно происходит коллаборация такая новичков и старичков. Пожалуй, это первое афганское мероприятие, которое приурочено к знаменательной дате, когда 10 лет назад, по волеизъявлению жителей Крыма и России, Крым вернулся в родную гавань. В планах организаторов проводить такие соревнования традиционно, в целях пропаганды, здорового образа жизни и поднятия патриотического духа. Ну а победителями в военно-спортивном турнире стала команда МЧС. Они же завоевали переходящий кубок. На втором месте МВД России Каннский и Держинский. Третье – межмуниципальное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство города Канска и Каннского района. Татьяна Тункусё, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск-5 канал». В минувшие выходные в Кемеровской области прошли чемпионаты первенства Сибирского федерального округа по Кио-Кусинкай. На турнире приняли участие 537 спортсменов со всей Сибири. В составе сборной Красноярского края команду города Каннска представляли 15 каратистов. Нашим ребятам удалось завоевать несколько призовых мест. Золото досталось Максиму Костереву, Семену Кашкину, Савелью Петрухину. Второе место у Манзик Степана, Филипцева Дениса. Третье у Никиты Астафьева и Александра Остренкова. Победители-призеры получили возможность участвовать в первенстве России, которая пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. В общекомандном зачете команда Красноярского края заняла третье место в первенстве и чемпионате СВО. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него смотрите рубрику «Полезно знать». В студии была Татьяна Блинкова. Всего доброго. До свидания. Все в одном месте? А разве такое возможно? С магазином «Рассвет» возможно все. У нас огромный ассортимент товаров для вашего сада, дома и огорода. Здесь представлено более 2000 наименований семян, овощных и цветочных культур, лук-сивок, удобрения, стимуляторы, грунт для любой растительной культуры, средства от вредителей, кассеты, пластиковые и торфяные горшки, ящики для рассады. Полезным магазин будет тем, кто ищет садовые инструменты. Тут вы найдете все – от культиватора до мотоблока и садово-ручного инструмента. А также в продаже имеются теплицы, парники, укрывной, пленка, большой ассортимент инженерной сантехники, комплектующих теплый пол, маты и коллекторная группа, фитоосвещение. Важно, что все собрано в одном месте. У нас приемлемые цены и специальные бонусные программы. Также действует рассрочка на три месяца. Город Канск, район поселка Рассвет, улица Центральная, Труд, дом 1. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС. Сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом. Обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Поможет по выбору или замене страховой и медицинской организации. Защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи. В случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС, если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение, поможет организовать консультации врачей-специалистов, проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение, проконтролирует организацию и сроки госпитализации, в том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи, проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Главное управление МВД России по Красноярскому краю предупреждает – не поддавайтесь на уловки мошенников. Если вам позвонили на телефон, представились сотрудникам службы безопасности банка, сообщили, что вашу карту пытались взломать и просят уточнить персональные данные для исправления ситуации, это звонят мошенники. Запомните, такую информацию, как CVV-код, одноразовый пароль из СМС для подтверждения операции, номер банковской карты от вас могут требовать только мошенники. Настоящий сотрудник банка не будет выманивать у клиента подобные сведения. Если вам кажется, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию. Общечеловеческими ценностями, еще не поздно все изменилось. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы. Привет! Нет! Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку 5-го канала и его увидят. Телефон стола заказов 205-20. Телефон стола заказов 205-20.